ПЕСНЯ Всё равно Швецию обсудим. Куда мы денемся? Я слышу всё! Такой футбол, друзья, мы начинаем. Пока есть кем. Друзья, ещё раз всем добрый вечер. 174-й выпуск программы «Такой футбол» на телеканале Санкт-Петербург. У нас с Бурениным всё прекрасно. Не знаю, есть ли у нас там горизонты какие, но, тем не менее, мир, дружба, жвачка. А какие гости у нас сегодня? А сколько тем? Давайте представим. Хотя, а нуждаются ли они, уважаемые телезрители, в представлении? Алексей Игонин, Алексей Андреанов, портал bobsoccer.ru, обладатель Кубка России, наши постоянные эксперты, наши добрые друзья, которые, на самом деле, задают футбольную повестку в Санкт-Петербурге сегодня в таком футболе, а накануне организовали футбольный кубок для ребятишек в Ленинградской области. Алексей Андреевич, некоторые, не говорю многие, некоторые мечтают о памятнике прижизненном. У вас уже турнир имени Алексея Игонина. Каково это? Каково это, да. У меня просто не было выбора, на самом деле. Было сказано, что это детей мотивирует. Ну, я согласился. И теперь полнопаростный участник процесса подготовки и проведения соревнований. Очень важный момент, что это традиционный турнир, он прошел уже седьмой раз под патронажем Алексея Андреевича. Ну, давай расскажите, насколько мы сейчас картинку увидим. Огромное количество ребятишек, болельщики, родители. Прекрасная погода. В общем, все как надо. Пожалуйста. Прекрасная погода, новый стадион. Я могу сказать, что развивается турнир. В этом году он уже межрегиональный. Здесь Ленинградская область участвует и город Санкт-Петербург. Естественно, так намного интересней для ребят. Соревнования вышли на другой уровень. И опять же, условия, что немаловажно. Условия. Новый отличный стадион в Янино. Более того, новая команда Заневского поселения, которая только в этом году была образована вместе со школой спортивной, футбольной. Поэтому, я считаю, вот так провести субботу, поиграв в футбол, это как раз то, что нужно. Алексей Андреевич, ну вот и Гонин, и ребятишки с автографами, с фотографией, с кубками, с медалями. Есть ощущение, да, что историю даже в таком возрасте помнят, чтят и своих… Историю не помнят. Они не знают зачастую, кто это и что, но родители им говорят, это просто настоящий футболист, ходите, потрогайте, проверите. Настоящий. При этом очередь за автографом к Алексею Андреевичу просто бесконечна. Может, я просто расписываюсь хорошо, поэтому не знаю. Но мы воспитываем молодое поколение, мы рассказываем о том, кто такой Алексей Андреевич Гонин, как «Зенит» в 1999 году выбрал, выиграл Кубок России, что Алексей Андреевич был капитаном долгое время петербургского «Зенита». Кстати, в этом году 20 лет завоевания «Зенитом» бронзы, чемпионата России. Помните, команда Юрия Андреевича Морозова, в которой мы были капитаны, замечательная команда. Но, возвращаясь к турниру, самое главное, что удалось, на мой взгляд, это создать условия для детей. Алексей Андреевич прекрасный, стадион сказал, да, великолепная погода, огромное количество болельщиков, много родителей и полная коробка детворы. Более 150 ребят соревновались в прекрасных условиях, получили колоссальные эмоции, запредельный уровень борьбы и драматичнейшая развязка турнира. А мы говорим, лимит, лимит, вот оно, вот оно главное. Детям важно создать условия, пожалуйста. Вчера мы собрали детей в Мурино, когда играли, я привез «Легенд Зенита», «Лепехина», «Спивака», и дети с криками, вон они, настоящие футболисты, к нам неслись. Наверное, не понимаю кто что, но родители, да, потом благодарили за те годы, фотографировались. На мой взгляд, замечательно, что такие люди, как Алексей Андреевич, популяризируют футбол за счет не только своего имени, но и за счет того, что создаются условия. Дети понимают, что у «Зенита» есть великолепная история, дети понимают, что такие люди могут объединить вокруг футбола и за счет своего имени, и за счет создания условий, еще раз подчеркну, позволяют ребятам играть в футбол, получать колоссальную помощь. Но с детским футболом все понятно. Друзья, давайте посмотрим, услышим, узнаем, как у «Игонента» современным профессиональным футболом и за счет своего имени.